Девушки отдыхают В Ставропольском крае и в стенах Пятигорской оперетты фестиваль-конкурс проводится впервые. Участники им представляют музыкальные театры из разных городов страны и даже из-за рубежа. К нам приехали вокалисты из Китая, Армении и Молдовы. Жюри конкурса – именитые культурные деятели. Возглавляет его народный артист СССР Михаил Мунтьян. У нас был один историк древний, который сказал, что без знамени искусства страна превращается в быдло. Вот держать вот это вот все, чтобы происходили вот такие вот. Это же хорошая, потрясающая акция. Я приехал быть с вами и приехать и послушать. Мне интересно всегда слушать молодых. Хотелось узнать побольше от Михаила Ивановича о Ставропольском крае и как его приняли, какие у него прогнозы и взгляды на конкурс. Но расписание было настолько жестким, что мы успели лишь поинтересоваться, не надоело ли артисту с высоты его опыта вокальное мастерство. Сцена – это наркотик. И потом понимаете, в чем дело? Дело в том, что когда человек посвящается в свою жизнь, всю свою жизнь, сцене надоедать это невозможно. Но музыка помогает. Мне нравится это выражение, что все слова врут, только музыка правду говорит. А спешил Михаил Мунтян на мастер-класс по вокалу. Смельчаки выходили к роялю, исполняли музыкальные произведения. Заслуженный преподаватель оценивал способности ребят и давал им свои дельные советы. Давайте так. А не... Волучить. Волучить. Получить мастер-класс от метро хотели все, но, к сожалению, время было весьма ограниченным. Но тот опыт, который переняли артисты, будет для них бесценным. Я бы хотел вас попросить, чтобы вы начали еще раз сначала, но если можно, одним, не разными голосами. Можете еще раз начать? И не надо кричать на верхнюю ноту. Вы можете ее мягко взять? Музыка. 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 Жюри, конкурсантов, зрителей ждет насыщенная программа. Конкурс продлится до 28 октября. В этот день планируется финальный голоконцерт и награждение победителей. Владислав Таранов, Андрей Яценко, Ставропольское телевидение. Любовь. 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 Маленькая София одна из немногих, кто ходит сюда каждый день со дня открытия. Здесь она узнала о существовании спортивного скалолазания. Стенка хоть и не похожа на гору, но для учебы вполне пригодна. Девочка верит, что такой крутой площадки нет нигде в городе и уж точно у братьев и сестер из села. Если ко мне, например, кто-то из братьев и сестер, друзей придут в гости или на ночевку, я им скажу, что тут можно хорошо повеселиться и погулять. Тут весело, тут всем нравится, и тут много разных горок, и можно где полазить, и даже тренажеры есть, и качели, и песочница. Воркаут-площадка, детские качели и дворец из горок. Разноцветный городок для самых маленьких подарила Нальчику правительство Московской области. Площадку облюбовала детвора со всей округи. Мы с каждой сестрой выходим сюда после уроков. Нам больше всего нравится большая горка. Здесь много тренажеров, горки, всякие карусели. Ну, всем можно веселиться, играть. Ну, а вы тут чужих пускать будете? Ну, если добрые, то можно. Если будут не сорить, да? Место отдыха получилось вместительным. На его территории более десятка игровых элементов, приспособленных в том числе и для спортивных занятий, а также отдельное пространство для игр с песком. Посмотреть продвинутую зону отдыха люди приходят из соседних дворов. Теперь только сюда, вместо платных развлекательных центров, говорит отец трех детей Олег Мамеев. Отличная площадка, покрытие мягкое для детей. Большое спасибо спонсорам, которые подарили. Можно сэкономить на походах в эти развлекательные центры? Да, да, пожалуй. Ну, я такой площадки именно бесплатной в городе и не видел. Ну, это не ваш двор, да? Вы приходите сочетать? Да, ну, повезло, что двор этот рядом находится. И буквально в двух шагах такая замечательная площадка. Двор преобразило не только появление детской площадки. Здесь практически завершены работы по благоустройству. Новое асфальтовое покрытие, бордюры, уличное освещение, парковочные места. А все в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Это будет классный короткометражный экшен, который нашего, так скажем, Ставропольского краевого производства. И мне кажется, что вот из-за того, что он много раз переписывался, переделывался сценарий, были различные сложности, снимался в шкаф. И опять мы возвращались к картинке, потому что вот рождалась сама идея вот такого экшен-боевика, который на самом деле очень сложно снять. Этому городу нужен свой супергерой. И они его придумали и дали ему имя Ставмен. Это короткометражный фильм про Ставропольского супергероя. Про парня-неудачника, который в жизни ничего не добился. И в какой-то период жизни он решает изменить абсолютно все. Он решает стать супергероем. Вот, в принципе, это и весь такой лог-лайн. Дальше не могу, к сожалению, рассказывать, потому что будет просто гигантский спойлер. Съемки идут уже восьмой месяц и близятся к завершению. Всего в них задействовано более ста человек. Ну, это вышло случайно. Мне просто предложили. Сказали, вроде бы типаж подходит. Да, я согласился. Всегда интересно что-то новое попробовать в своей жизни. Я как-то к Русику подходил, я говорил, я хотел бы снять. Ну, они когда снимали первого Ставмена, он говорил о ремейке. Я говорю, я хотел бы сняться и сыграть тридцатного персонажа. Ну, потому что они более интересны, чем положительные. Ставмена действительно уже снимали в формате сериала. Однако съемки на некоторое время были остановлены. Но недавно ребята переписали сценарий и решили сделать короткометражный фильм. Дублеров нет, мы работаем сами. А вот когда мы только начали снимать, у нас был вообще прям полный контакт. Было прям такое рубилово мясо. Мы особо не понимали, как это делать, на самом деле, в тот момент. И из-за этого все очень долго затягивалось, были много сложностей, иногда даже драмы возникали. Сейчас мы научились уже делать, как это делают в кино. Здесь идет неполный контакт, но тем не менее контакт присутствует, и эмоциональную повестку стараемся выдерживать. Несмотря на трудности, уже в ноябре ребята собираются представить фильм на суд зрителей. Мы планируем показать в кинотеатрах, но пока я сейчас не могу разглашать, в каком именно, но в кинотеатрах будет, безусловно, обязательно. Антон Киевский, Антон Красов, Ставропольское телевидение.